Вятские старости В этот день, сто лет назад, вятские газеты писали. И вновь в июне 1913 года на странице газеты «Вятская речь» появилась заметка о неблагополучном состоянии улиц города. Есть такое обязательное постановление, согласно которому нельзя сваливать землю на улицу, где производится езда на лошадях. Гласному Хлебникову не знать этого непростительно, а между тем, производя какую-то стройку во дворе своего дома, Хлебников вывозит землю со двора и сваливает на Семеновскую улицу. Земля эта ничем не утрамбовывается, и можно себе представить, какая грязь образуется здесь во время дождей. Сто лет назад вятские жители довольствовались прослушиванием оперных спектаклей, так сказать, в усеченном виде. Об этом с грустью сообщала газета «Вятская речь». В воскресенье в городском театре начались спектакли, приехавшие в Вятку на гастроли, оперной труппы петербургских артистов под управлением Сафронова и Карповского. Опера без хора и оркестра, хотя последний и заменялся аккомпанементом очень опытной пианистки, не может доставить публике в полной мере того удовольствия, которое вообще опера доставляет. В провинции, однако, приходится мириться с этим недостатком, так как доходы театра вообще настолько незначительны, что везти сюда оркестр и хор просто невыгодно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вятские старости МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА